Здравствуйте, я доктор Амина. Добро пожаловать на мой канал, где обычно я просто, честно и по существу говорю об актуальных вопросах дерматологии и косметологии. Не так давно я выпустила руководство по базовому уходу за кожей в домашних условиях. Ссылка на руководство в описании. Те мои зрители, которые уже успели ознакомиться с руководством, задают один и тот же вопрос. Почему в руководстве не уделяется достаточное внимание такому важному веществу, как гиалуроновая кислота? Отвечу. Потому что в основу моего руководства легли принципы долгосрочной пользы косметических средств для кожи. А гиалуроновая кислота в наружных средствах никакой долгосрочной пользы для большинства потребителей, к сожалению, не несет. Реклама трубит из каждого утюга, что увлажнить кожу можно только гиалуроновой кислотой. Но если вы успели посмотреть мое видео об увлажнении кожи, вы знаете, что это далеко не так. Существуют другие, гораздо более эффективные способы гидротации кожи. Итак, гиалуроновая кислота – это полисахарид, главное свойство которого – это способность удерживать воду. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать до 1000 молекул воды. В средствах для наружного применения, как косметических, так и лечебных, применяется как крупномолекулярная гиалуроновая кислота, так и гиалуроновая кислота с небольшим размером молекул. У молекул гиалуроновой кислоты разного размера разные свойства. Крупномолекулярная гиалуроновая кислота ввиду большого размера молекулы не способна проникать сквозь эпидермис. Ну что, скажут многие, для того, чтобы гиалуроновая кислота работала, она не обязана куда-либо проникать. Да, но из-за того, что гиалуроновая кислота не проникает вглубь рогового слоя эпидермиса, в отличие от того же натурального увлажняющего фактора, она просто лежит на поверхности кожи в виде влажного компресса, притягивая к себе воду из увлажняющего средства. И никакой долгосрочной пользы. Как только мы смоем гиалуроновую кислоту с поверхности кожи, исчезнет и эффект гидротации. И так работает 90% средств на основе гиалуроновой кислоты. А вот низкомолекулярная гиалуроновая кислота в составе наружных средств применяется для совершенно других целей. Потому что она используется как репарант, то есть вещество, способное помочь поврежденной коже восстановиться. Гиалуроновая кислота на поврежденной коже способствует усилению микроциркуляции, усилению пролиферации фибропластов и активации клеток иммунной системы. Поэтому единственный случай, когда гиалуроновая кислота действительно может принести долгосрочную пользу для кожи, это ситуации после повреждения кожи. Поверхностные ожоги, микротравмы, свежие рубцы. О том, что для профилактики рубцов постакной может применяться гиалуронат цинка, я рассказала в видео, посвященном рубцам постакной. В отличие от гиалуроната натрия, который чаще применяется в косметике, гиалуронат цинка также обладает бактериостатическим действием, что очень важно при повреждениях кожи. Внимание! Все, что я скажу дальше, будет касаться не лечения, не восстановления, а ухода за неповрежденной кожей. Гиалуроновая кислота действует, как и любой другой полимер. При соединении с водой образует гель. Когда вода из этого геля испаряется, на коже остается полимерная пленка, которая обеспечивает ощущение стянутости. Именно эта стянутость обеспечивает псевдоэффект лифтинга и псевдоэффект сужения пор. По такому же принципу работают гель алоэ, хитозан и гидролизаты коллагена и эластина. Поэтому в них я тоже никакой глобальной долгосрочной пользы не вижу. Это просто некий временный макияж. А если не гель? А если гиалуроновую кислоту использовать в составе кремообразного средства? Действительно, гиалуроновая кислота может входить в состав различных кремообразных средств для увлажнения кожи. И если это так, высыхания полимерной пленки не будет, ощущения на коже будут вполне комфортными, но выраженного лифтинга мы не получим. Останется только эффект влажного компресса. Конечно, ничего критичного в этом влажном компрессе нет. Главное, чтобы в составе крема были липиды и натуральные увлажняющие факты. Потому что именно они, а не гиалуроновая кислота, будут обеспечивать долгосрочную пользу для увлажнения кожи. Потому что именно они способствуют восстановлению эпидермального барьера. Обязательно в комментарии придут люди, которые скажут, что это не так. Что великие умы человечества трудятся над косметикой с гиалуроновой кислотой. И исследования показывают, что гиалуроновая кислота дает высокий уровень увлажненности кожи. Давайте разберемся. Чтобы не быть голословной, я приведу несколько интересных научных публикаций, достоверность которых подтверждена. Кстати, все интересные научные публикации по теме я оставлю в описании. Вот исследование 2017 года, в котором изучалась способность средства, в составе которого 1% гиалуроновая кислота, увлажнять кожу. Кстати, кроме гиалуроновой кислоты, в составе средства экстракт центеллоазиатской и целых 5% глицерина. То есть у гиалуроновой кислоты была еще и мощная поддержка. Оказалось, что пик увлажнения приходится на период в течение часа после нанесения средства. Через 24 часа после нанесения этот показатель падает вдвое и достигает всего 29%. Не связано ли это с тем, что вода из увлажняющего средства постепенно испаряется? Но все равно, увлажнение ведь есть? Есть. И показатели приличные. А если их сравнить с другими ингредиентами в других исследованиях? Например, в исследовании у 2018 года крем с церамидами показывает более долгосрочные эффекты. Стабильно высокие, почти вдвое выше, чем в исследовании с гиалуроновой кислотой. И даже нарастающий уровень увлажненности через 24 часа. Кстати, какой-нибудь вазелин даст показатели еще лучше за счет того, что сформирует водонепроницаемую пленку на поверхности кожи. Но значит ли это, что вазелин полезнее церамида? Конечно, нет. Важно не только то, насколько увлажнена ваша кожа сегодня, но и то, что будет с увлажненностью вашей кожи, когда увлажняющее средство будет смыто с ее поверхности. Важно то, принесут ли те средства, которые вы наносите на кожу сегодня, пользу в будущем. Гиалуроновая кислота повышает потребительские свойства продуктов для кожи. Она придает правильную текстуру средствам для наружного применения. Поэтому сегодня редкий косметический крем обходится без гиалуроновой кислоты в своем составе. Гиалуроновая кислота временно удерживает воду на поверхности, создает полимерную пленку. Но это не приводит ни к каким качественным изменениям эпидермального барьера. А ведь восстановление эпидермального барьера – это именно то, к чему должны стремиться обладатели сухой и обезвоженной кожи. Потому что только восстановлением эпидермального барьера можно снизить трансэпидермальную потерю воды. И все то, что нам рассказывают о волшебных свойствах гиалуроновой кислоты, действительно существует. Но это все касается поврежденной ткани. Множество исследований. Посмотрите, как восстановилась кожа, как сократились сроки заживления. Да, это супер, это действительно так. Но, когда мы ведем речь о неповрежденной коже, мы должны понимать, что у такой кожи есть эпидермальный барьер. У нее другие проблемы, другие потребности, другая биохимия, в конце концов. Если мы оставим гиалуроновую кислоту только для поврежденной кожи или как средство экспресс-ухода, кто будет приобретать все эти флаконы с сыворотками в таких объемах и за такие деньги? Поэтому лучше всего для повышения продаж дать гиалуроновую кислоту потребителям с сухой и обезвоженной кожей. Гиалуроновая кислота в виде влажного компресса даст временное облегчение. Но глобально в эпидермальном барьере ничего не изменится. И такой потребитель станет нашим постоянным и верным покупателем. Пользоваться сыворотками или в целом средствами с гиалуроновой кислотой, выходя за кожей, конечно же, можно. Это безопасно. Можно использовать гиалуроновую кислоту как репарант при повреждениях. Можно обращаться к ней эпизодически по потребности. Но каких-то особых надежд на гиалуроновую кислоту возлагать не нужно. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, ставьте лайк и помните, что лайк – это виртуальный и абсолютно бесплатный эквивалент слова «спасибо». Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать регулярные уведомления о новых выпусках. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, где я бываю намного чаще, чем здесь. И где я регулярно публикую информацию, которая касается красоты и здоровья. А сегодня я с вами прощаюсь. У меня все. Всем пока. Продолжение следует...